Сохраним нашу историческую родину. 18 апреля в России отмечают День памятников и исторических мест. Все мероприятия в этот день направлены на привлечение внимания общественности к вопросу сохранения и защиты всемирного культурного наследия. Ежегодно в России уничтожается до 200 памятников истории и культуры. Особняки, скульптуры, бюсты, многие из них утеряны безвозвратно. Да и те, что остались, остаются незамеченными или еще хуже подвергаются актам вандализма. Хотя многие горожане прекрасно понимают, памятник – это часть истории, не только для нас, но и будущих поколений. И относиться к нему надо соответствующе. Вы знаете что, я считаю, что к памятнику нужно относиться с низким поклоном. А большинство, мне кажется, просто равнодушно относятся. Ну, чтобы люди помнили, не забывали о своей истории, о том, что было когда-то. Мне вот вообще нравится, как красиво с ними как-то, ну, приятно по городу гулять, смотреть на памятник. Памятники для чего? Ну, как для того, чтобы, как память. Памятник, он называется памятник, чтобы была память о том человеке, о герое или о знаменитости какой-то. С уважением, бережным. А что ещё? Как можно относиться к памятникам? Это история наша, в будущем история, настоящая. У памятников люберчане отмечают все значимые события и праздники. 9 мая – День ввода и вывода войск в Афганистан, День космонавтики и День России. Возложение цветов к памятнику – это традиция, которая передаётся из поколения в поколение. Один из первых памятников в моих влюбленцах – это 2000-й год, памятник воинам и националистам. Год, как минимум, наверное, 6 раз там проходят мероприятия. Памятник не просто украшает город, но выполняет свою функцию ещё и воспитательную. Это очень важно, когда именно вот такие разнообразные функции скульптурное произведение выполняет. Памятники не только украшают наш город, они позволяют нам окунуться в историю. Они рассказывают нам о тех людях и событиях, о которых нельзя забывать. Именно поэтому так важно беречь и сохранять это уникальное культурное наследие. Кристина Моносорян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.